Сейчас мы, как бы, через озеро дорога. Да. Так, вот мы сейчас заходили в Ченнис Бафей. Это китайский, как бы, шведский стол, что ли? Ну, в общем, буфет. Вау! И вот мы сейчас все еще в Теннессе, да, наверное? И вот уже, наконец-то, начинается просветление в Пучете. О, сейчас прям по центру озера поедем. Нет, это и озеро. Это, наверное, дорога была озером, но, кстати, дорогу сделали еще без озера. Насыпали. Ага. И разделили на две части. Это не мост. Это дорога. И вот, наконец-то, начинается просветление, заканчивается дождь. И я надеюсь, в Путланче все-таки будет солнечно. Потому что хотелось бы там погулять. Вот мы сейчас как будто бы над островом, да, вот над одним островом приехали. Сейчас будет другой. И вот еще продолжается этот горный пейзаж. Сейчас на озеро будет. Наверное, мост, наверное. Сейчас будет. Это, наверное, остров, и по нему просто дорога проложена. И от острова к острову потом еще, типа, мост. Вот. И вообще мне так нравится вот это все. Я больше никуда в Америке не буду ходить. Здесь мост. Вот там насыгная была, а здесь уже мост. Вау, как классно. Я говорю, больше никуда не буду в Америке ходить. Здесь, кроме как через гостей. Мы еще в прошлом году ходили с Тамарой и с Валерией из Воронежа. Морчиниз-бэфэй. Но там мы что-то уже поздно вечером были. И там почти не осталось роллов. Ну, было там, может, один-два вида по одной штучке. Вот. А в этот раз я специально, я так люблю роллы. И мы специально зашли узнать, есть ли там роллы. Я как увидела, там такое разнообразие. Суши, роллы, имбиря там целая куча. Не то, что как мы в Харакире заказываем, там положат, я не знаю, сгулькинглюв. Постоянно приходится выпрашивать этого имбиря. А тут целый тазик стоит, бери, не хочу. Вот, я взяла каждого вида ролла по одной штучке. Каждого, каждой суши. Не суши. По одной штучке. Мне особенно понравилось с углем. И, в общем, за все, за это мы заплатили 9,99, то есть 10 долларов. Причем сегодня у них воскресенье, сегодня 13 мая. Сегодня, по-моему, у них Mother's Day. Лень матери. Поэтому было так вообще много народу, там аж очередь стояла. Вот, и всего очень-очень много, и поэтому стоило 10 долларов. А вообще у них будние дни, с утра до трех дня, 6,99, то есть 7 долларов. А вечером тоже 10. Вот. И, ну, я ела только вот исключительно суши и роллы. А так там еще полно всяких курица, там, крылышки куриные в соусе, запеченные в кляре. И разные-разные, и там макароны, и... О, как раз едем по вот этой вот дорожке. В общем, много-много всего. И, получается, вот заплатили мы всего, заплатили 15 долларов, потому что... Там мы еще заказывали чай, и... Напитки, в общем, отдельно оплачиваются. Получается, 450 рублей где-то наелись. Скажи, что мы определились американцам, выявили их главную проблему. Да. Что... Чего-то нет. Нет. Какая проблема-то? Давай, говори, рассказывай. Ну, американцы, конечно, там вообще берут тарелками. Просто с горой. У нас проблема пьянства, а у них проблема обжорства. Да, да. И... Вот у них, например, напротив нас сидела семья. Там мама, может быть, бабушка с дедушкой. С боку одна. Да. И две девочки. Ну, и так как сегодня у них такой праздничный день, как бы все с мамами пришли. И так там девочки... Вот одна девочка лет, наверное, сколько... Одна, наверное, была пять, а другая, может, чуть постарше, может, семь. И такие толстушки вообще. Вот, чайные, чайные, смотри. А вот бафе и брил. Там, где написано бафе, как буфет, там, значит, заплатишь определенную сумму и ешь, сколько хочешь. Вот. И там одна девочка, особенно, которая постарше, была такая полненькая. Она свою тарелку с горой съела. Потом еще мама сидит вообще в телефоне уткнулась, что-то там делает. Потом она еще у мамы давай макароны подъедать. Да, я бы вообще, я бы столько не смогла съесть, сколько она съела. Скажи. Потом еще пошли за фруктами, за отдельной тарелкой. За фрукты, разуме, сладосты не хочешь. Да. Не снимай меня. Я по стране не героям снимаю. Да, мы поняли, что вообще встроенные люди в Америке, это герои, наверное, им можно медаль за национальную отпагу давать. Всех людей, я тут сам, да. Таких, как ты, тут вообще нет. Да, именно так скажешь. Таких встроенных. Да, тут, конечно, вот с такими ценами, хоть и говорят почему-то, что в Америке еда дороже одежды. Может, она и дороже, но она все равно не дороже, чем наша еда. И тут как бы заплатил и жуй спокойно. Даже это вроде как не полный человек. Видно, что это вроде как качок, но лицо видно, ну как, не знаю, чай. Вроде в Танас еле такое, да, вроде как и качки такие, да. Но на лицо посмотришь. Добряк. Ну, да. Это и Миша, да. Да. Как-то все это так и сказывается, что никто не может. О, смотри, там впереди опять туман. О, смотри, там впереди опять туман. Сто с лишним мидом. Ну ладно, все. О, как-то гасило. Вот сейчас кто-то, наверное, на Таилу.